Эти маленькие комочки меха были найдены мусорке и все они находились в ужасном состоянии. Они были на грани смерти, их практически совсем заели блохи, глаза были сильно заражены, а их мать была истощена от голода. Было ясно, что им требуется человеческая забота, без которой они просто-напросто умрут. Добрый человек, найдя их в мусорном баке, не бросил их на верную смерть, а отнес в ближайшую ветеринарную клинику, где им оказали помощь. Все они быстро пошли на поправку, все, за исключением одного. По грудой товарищей был один котенок, который не двигался. Его спаситель думал, что он мертв, но он был жив. Его прозвали Стюарт Литтл, в честь маленькой мышки из одноименного фильма, потому что он был похож скорее на мышь, чем на кота. Котенок страдал от сильного обезвоживания, на нем практически не было шерсти и его глаза были сильно заражены. Он весил чуть меньше 85 граммов, в то время как его четвероногие однопометники весили по 255 грамм. Ему было всего 2-3 недели, а он весил даже меньше, чем новорожденные котята. Ему промыли глаза теплым физраствором и начали кормить его через трубку. На фото Стюарт Литтл рядом с гигиенической помадой для сравнения. В течение недели после спасения, котенок набрал вес и стал весить в два раза больше. Теперь он стал походить на кота, нежели на мышку. На фото Стюарт рядом со своим братом, сравните их размеры. Мама Стюарта была дикой кошкой и дала ясно понять, что котят она кормить не будет, но Стюарт быстро нашел суррогатную мать в лице кошки по имени Биси, которая с удовольствием взяла Стюарта под свои крыло. Биси проследила, чтобы Стюарт не голодал. Спустя 6 недель Стюарт стал еще более походить на кота, но его тело было еще слишком слабым и вместо кошачьей шерсти на нем был лишь белый пушок. В 8 недель Стюарт уже прилично окреп и стал весить 455 граммов. Стюарт окончательно окреп и его тело покрылось красивой шерсткой, окрас которой говорил о его принадлежности к кошкам сиамской породы. Субтитры создавал DimaTorzok